Накануне в Нижнем Новгороде пошел настоящий и столь долгожданный снег. Вот главное украшение города к Новому году. Кстати, абсолютно бесплатное и крайне эстетичное. Другие украшения уже сделаны руками человека. Например, главная городская искусственная ель с игрушками, гирлянда по всему городу. Но это уже стоит денег, поэтому качество зачастую зависит от потраченного бюджета. О цене предновогоднего настроения мы и поговорим сегодня в студии. В гостях у плана города директор Центра градостроительства и архитектуры Андрей Кузьмин. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как ваш центр связан с елками, с украшением и всей этой иллюминацией, которая сейчас украшает наш прекрасный город? Очень неожиданный вопрос, но ответ на него довольно очевиден. Кому как не специалистам в области градостроительства и в области архитектуры заниматься украшением города. Следить за его внешним обликом, за архитектурным обликом. Поэтому, собственно, очень... Поэтому вы. Это очень очевидно, это очень естественно. Вот я вопрос к чему задаю? К тому, что я хочу вам показать вот такие прекрасные иллюминации, как это происходит в европейских городах. Мне интересно, что нужно сделать, чтобы нам, например, устроить подобный каток вокруг елки. Ну или украшить вот так же вот эти прекрасную нашу площадь Минина. Вот. Кому это вопрос? Или это все-таки вопрос не к человеку, а к бюджету? Ну, скорее, это вопрос к городу в целом. То, что вы показываете, это, безусловно, отличные примеры, даже шедевры, возможно, новогодние иллюминации оформления европейских городов. И все это, на самом деле, возможно сделать и в Нижнем Новгороде. Но очень многие вещи упираются все-таки в наличие финансовых ресурсов. Вот в качестве примера могу сказать, что в этом году впервые Нижний Новгород смог потратить на оформление города, на новогоднюю иллюминацию, средства в размере 22,5 миллионов рублей. Это много, мало вообще? По сравнению с предыдущими годами? По сравнению с предыдущими годами это достаточно много. Однако, если сравнивать с другими городами, скажем, ну, возьмем для примера, там, Москву. Москва, конечно, сложный пример. А если какой-нибудь более похожий на наш Екатеринбург, может быть, Екатеринбург? Ну, возьмем пример Петербурга. Ежегодно Петербург тратит на оформление к новогодним праздникам сумму порядка, там, раз в 10, превышающую Нижний Новгород. Мы, на самом деле, только в начале пути, поскольку, кроме того, что важна сама сумма, еще важен какой-то накопительный эффект. Когда тот же Санкт-Петербург несколько лет уже планомерно финансирует работы по новогодней иллюминации, это сказывается накопительно. То есть, к очередному празднику город имеет новое финансирование и все, что было накоплено ранее. Это производит, действительно, очень достойный эффект, и город украшен очень достойно. Мы к этому стремимся. А у нас сколько, вот если говорить об этом накопительном эффекте, сколько у нас уже фигур с прошлого года осталось, или там элементов, как это правильно называется, и сколько приобретено новых? Вот если говорить про новогоднюю иллюминацию, да, то нам удалось реставрировать и отремонтировать порядка, там, 500 элементов иллюминации, использовавшихся в прошлом году. Это очень различные элементы, да, от больших до каких-то там частных, маленьких. Мы очень осознанно готовились к этому Новому году, к его оформлению. Вот перед вами проект новогодней иллюминации, который разработали наши специалисты совместно с талантливыми нижегородскими дизайнерами. За основу были взяты как центральные улицы и центральные площади города, так и, я бы хотел сказать, что впервые в этом году важный акцент или важный упор были сделаны на оформление районов города. То есть, иллюминация у нас теперь есть не только на центральных улицах, но и в Автозаводском районе, в Ленинском. А была какая-то обратная связь от нижегородцев? Говорят, например, нам нравится. Ну, вы знаете... Или, может быть, что-то надо поправить. Обратная связь у нас есть практически всегда, поскольку вопрос актуальный, вопрос интересный. Много кто им интересуется. Приходилось уже много раз отвечать, давать интервью, много раз отвечать на какие-то вопросы. И хотел бы отметить большую внимательность наших нижегородцев, поскольку они видят и очень точно подмечают какие-то наши недоработки, какие-то наши огрехи. В основном мы слышали о том, что нижегородцы эту иллюминацию увидели. Это уже улучшило настроение горожан к предстоящим праздникам. Но в то же время есть критика, и мы за нее очень признательны. Что не нравится тогда, интересно? В какие-то дни, скажем, на каких-то участках вдруг она там не включается. Или включается позднее. Заинтересованные граждане звонят, направляют нам обращение. Вот здесь уже вот это не включилось, это включается там поздно. Обратите внимание. И у нас сейчас сформировалась такая практика, когда одна постоянно сервисная бригада занимается мониторингом всей территории города, выезжает по всем обращениям. Где-то что-то, если отключилось, не включилось и так далее, это очень быстро устраняется. А можно я тогда тоже обращусь? На остановке «Медицинская» висит вот этот прекрасный с птичками и с цветочком иллюминация, но она наполовину закрыта указателями, куда нужно ехать. Наполовину ее не видно. Ну, действительно, есть некоторые сложности в городском хозяйстве. Когда мы приступили к оформлению города, столкнулись с тем, что часть опор, на которых должны крепить эту иллюминацию, уже завешена какими-то посторонними предметами, возможно, дорожными знаками, указателями. Ну, мы вообще-то довольно долго уже готовились к этому вопросу, да, просто у нас есть еще очень важная полномочия, да, это демонтаж незаконных рекламных конструкций. Вы параллельно еще и срезаете? Да, и вот только за 2014 год незаконно установленных рекламных конструкций мы демонтировали порядка 600 штук. То есть мы в течение года планово двигались к новогодней иллюминации, к оформлению города. Мы очистили территорию города, мы очистили городское пространство, позволили увидеть гостям города, нижегородцам, то замечательную архитектуру, то интересное пространство городское. И дополнительно вот украсили его еще новогодней иллюминацией. Я вам предлагаю еще посмотреть видео. У нас тоже прекрасно. Мы вчера вечером снимали, как вот это выглядит. Это очень красиво. Очень красивая стена на Кремле. Вот все, что сделано. Елка прекрасно удалась. Единственное, что нам пишут, по крайней мере, площадь пустовата. Хочется как-то ее украсить. Может быть тоже католка еще что-то сделает? Да, я могу рассказать. Вот начнем, наверное, с ели. Впервые в Нижнем Новгороде такая ель. Не такая, как раньше. Раньше никогда не использовалась более 15 метров. В этом году это 20. Да, она искусственная. Но технология ее производства такова, что это абсолютная имитация натуральной ели. Для нее мы использовали, для ее украшения мы использовали там порядка 90, 85, если быть точным. 85 светодиодных прожекторов. Около 300 метров гирлянд. Около 600 игрушек. Поражает. То есть это, в общем, такой весьма впечатляющий объем. Причем следует отметить, что все оборудование новое и абсолютно энергосберегающее. Это везде самые современные электротехнические технологии. Что касается оформления площади. Как вы знаете, в этом году было принято решение о том, что все-таки основные новогодние торжества, новогодние мероприятия, были перенесены с площади Минина в район мест наиболее частого и традиционного посещения нижегородцев. Это площадь Маркина на улице Рождественской. Это Большая Покровская у здания театра драмы. То есть, поэтому и акцент в оформлении, в новогодней иллюминации мы делали как раз на этих местах. Ну, а площадь Минина – это, в общем, символическое и значимое место для нижегородцев. Поэтому именно здесь установлена главная городская ель. Сколько это стоит? Главная городская ель? Ее украшение и сама елка? Может быть, скажете? Для нас это самый часто встречающийся вопрос за последний месяц. На самом деле, весьма скромно. Город потратил на новогоднюю ель полтора миллиона рублей. Всего? Всего. Вместе с украшениями? Вместе с украшениями. А есть какие-нибудь уникальные украшения? Может быть, фабрика Риэль что-то сделала интересного? Да, кстати, и откуда сами украшения? Это отечественные? Ну, опять же, мы разработали проект этой ели. И, в общем, наверное, уже сейчас можно выдать небольшой секрет. Такую ель мы подсмотрели в прошлом году в Москве у здания Большого театра. То, что стоит у нас, ну, несколько отличается, да? Ну, хотя бы потому, что ель у Большого театра стоила как минимум раза в четыре больше. Мы постарались сделать ее абсолютный аналог. Таким образом, ну, сказал бы, что она создана по образу и подобию. Украшения и всю декорацию ели разрабатывали также наши специалисты, наши подрядчики, просто это воплощали. Пожалуй, вот из таких наиболее частых вопросов, которые нам задавали, это... А все-таки что же будет на верхушке ели? Это будет сосулька, это будет традиционная звезда. И вот здесь, как всегда, много очень противоречивой критики. Кто-то критикует нас за красные звезды, а кто-то, особенно граждане более старшего возраста, нам наоборот отмечают то, что как хорошо, что мы возвращаемся к каким-то традиционным и узнаваемым символам Нового года. Спасибо вам огромное за интервью, Андрей Сергеевич. Ждем вас в гости и спасибо вам за красивый, нарядный город. Спасибо вам, спасибо, что видите, спасибо, что критикуете. У нас работает целая команда профессионалов, мы очень стараемся для того, чтобы создать нижегородцам сейчас такое предвкушение праздников и обязательно праздничное настроение в сам Новый год. Спасибо вам большое. Приглашайте. Редактор субтитров А.Семкин